Эльмира Радюна Голубчик, — деревца сказала молодое, — пожалуй, выруби вокруг меня ты лес, я не могу расти в покое, ни солнца мне не виден свет, ни для корней моих простору нет, ни ветеркам вокруг меня свободы. Такие надо мной сплесть изволил своды. Когда б не от него расти помеха мне, я в год бы сделалась красою сей стране, и тенью бы моим покрылась вся долина. Она не тонкая, почти как воростина. Взялся крестьянин за топор, и дереву, как другу, он оказал услугу. Вкруг деревца большой очистился простор, но торжество его недолго было. То солнцем дерево печет, то градом, то дождем сечет, и ветром, наконец, то деревца слонило. — Безумное, — ему сказала бы змея, — не от себя и беда твоя. Когда б укрытая в лесу ты возрастала, тебе б бредить ни зной, ни ветра не могли, тебя бы старые деревья берегли. А если б некогда деревьев тех не стало, и время о них бы отошло, тогда в свою череду-то столько бы возросло, усилилось и укрепилось, что нынешней беды с тобой бы не случилось. И бурю, может быть, ты бы выдержать могло бы.